Тему нашей сессии и немного подискутировать, нужна же при опухолях почки большого нефериметрического индекса резекция или же нефректомия. Как нам всем известно, на данный момент существуют различные варианты лечения локализованных форм опухоли почки. У нас есть достаточно перспективные данные по абляционным методикам, по лучевой терапии, малых образований, некоторые из них мы даже можем наблюдать. Однако нефректомия является стандартом лечения с середины прошлого века, а резекция почки, как органосохранный метод, занимает свое полноценное место в наших методах. Разрешите провести небольшой экскурс в историю. Всего 15 лет назад бурно обсуждалось необходимость и безопасность резекции почки, а лапароскопические методики были лишь делом экспертных центров. Однако с 2010 года лапароскопическая радикальная нефректомия занимает свое почетное место, и резекции почки небольших образований также находят себе место под солнцем. Спустя время показания к резекции несколько расширяются, тенденция применения мини-инвазивных методик также сохраняется и расширяется. И на данный момент мы уже говорим, что резекции почки при их технической возможности необходимо выполнять, вне зависимости от доступа, а лапароскопическая нефректомия является методом выбора. В 2023 году вышли обновленные клинические рекомендации по лечению почечно-клеточного рака в России, которые соответствуют всем современным тенденциям. И также говорим о преимущественном лапароскопическом доступе при радикальной нефректомии. При резекции почки доступ отдаётся на откуп хирургам. При этом всём при резекции почки необходимо учитывать показания к её выполнению и при этом ответить себе на вопрос. Мы можем сделать резекцию почки или же нам нужно её сделать? И выделяют, как правильно сказал Силат Борисович, абсолютные показания, такие как опухоль единственной почки, биллатеральное поражение, относительные показания в виде выраженной сопутствующей патологии с поражением почечной паренхимы и самые такие субъективные, элективные показания или резектабельные показания. И здесь убрать вот этот субъективизм в какой-то степени нам помогают нефрометрические шкалы. В данном случае я представляю шкалу Ринал, которая так или иначе позволяет нам объективно предсказать сложность органосохранного лечения, возможные осложнения и трудности, с которыми мы можем столкнуться. И при этом всём готовиться к операции и объяснить обо всём этому пациенту. Но при этом результаты необходимо всегда учитывать без отрыва от особенностей пациента и опыта конкретного хирурга. Также отмечу исследование URTC, где было показано, что при резекции почки не было выявлено каких-либо отличий от нефрактомии. В других же исследованиях по резекциям почки больших размеров, которых не так много, в одном из мета-анализов было показано, что при лечении пациентов с крупными образованиями почки была показана тенденция к снижению риска рецидива и смерти от почечно-клеточного рака в группе резекции почки. При этом всём при резекциях почки отмечался несколько выше объём кровопотери и риск после операционных осложнений при сравнительно сходном времени операции. Немецкие коллеги при исследовании резекции почки светлоклеточного почечно-клеточного рака в больших размерах отметили, что при резекции было выше медиана как общей, так и канцероспецифической выживаемости. При решении вопроса об объёме операции краеугольным камнем являются функциональные результаты. И в исследовании MSKCC, которые исследовали более 2000 пациентов, валидированных по полувозрасту и сопутствующей патологии, показали, что при опухолях почки больших размеров резекция почки обеспечивает лучшее сохранение функциональных результатов, чем нефрактомия, с минимальным увеличением риска осложнения и где-то даже со снижением риска. Китайские же коллеги в своём метаанализе, включавшем более 3000 пациентов при стадии Т3А, не выявили каких-либо различий в канцероспецифической, безрецидивной и общей выживаемости, а также канцероспецифической смертности. Исходя из вышесказанного, наверное, мы можем прийти к выводу, что если резекцию почки мы технически можем выполнить, наверное, стоит это сделать с целью улучшения функциональных результатов нашего лечения. Но при этом всём, как же лучше выполнять резекцию почки, открытой или же мини-инвазивной? В метаанализе 2018 года, сравнивающей открытой и мини-инвазивной методики, было показано, что открытая резекция почки выигрывает в мини-инвазивных методах лишь в времени операции и времени ишемии, но, однако, малоинвазивные методики лидируют по другим показателям. Опять же, робот или лапароскопия. В исследовании, которое учитывало два этих метода при опухолях почки с индексом рентинала более 7, было показано незначительное преимущество роботических систем во времени ишемии всего в 2 минуты и общего времени операции, но при абсолютно сопоставимых других показателях. При этом при роботической нефрактомии не было показано какого-либо снижения риска осложнений, при этом всем более длительное время операции и более высокие расходы на госпитализацию пациентов. Сравнивая же все три метода открытую лапароскопическую роботическую хирургии, при медиане наблюдения 5 лет не было выявлено различий как в частоте местного рецидива, так и отдаленных метастазов или канцероспецифической смертности. И опять же, мини-инвазивный доступ тоже может быть разным, и как же лучше идти вне брюшины или через брюшины лапароскопически. И в исследовании было показано, что частота интероперационных и хирургических осложнений при лапароскопическом доступе была несколько выше при лапароскопии, однако он занимал меньше времени. Но показания переоперационных осложнений для обоих групп были сопоставимы. При роботических же вмешательствах были получены сходные данные по осложнениям, однако вне брюшины доступ был несколько быстрее. Опять же, при резекции в почке нам в той или иной степени необходимо пользоваться ишемии почки, различают холодовую, в том числе фармак холодовую ишемию, зырой ишемию, то есть ее отсутствие, и наиболее распространенную тепловую ишемию, пережатием как всей почечной ножки, так и отдельно почечной артерии или ее сегментарных ветвей. И время тепловой ишемии является очень дискутабельным, и вот в исследовании, в перспективном, которые изучали почечный ответ на контролируемую тепловую ишемию с измерением биомаркеров и обстрого почечного повреждения, самое главное, гистологического, морфологического исследования почечной паренхимы в послеоперационном периоде, было показано, что почка, в принципе, безопасно может переносить до 60 минут контролируемой тепловой ишемии с минимальными функциональными изменениями. В нашей клинике, однако, мы все равно придерживаемся мнения, что 30 минут является оптимальным при резекции почки, однако при сложных случаях, каких-то действительно больших образованиях, мы можем позволить себе выйти несколько за эти рамки, сильно не переживая за функциональные изменения. Какие же факторы могут повлиять на возможность выполнения резекции почки? На одной чаше весов лежит соматический статус пациента, его сопутствующая патология и также возможны изменения паранефральной клетчатки. На другой же чаше являются непосредственно характеристики самой опухоли, такие как ее размер, расположение в толще паренхимы, а также взаимоотношения с почечными структурами. И немаловажным остается материально-техническая оснащенность каждой отдельно взятой клиники и опыт и мануальные навыки конкретного оперирующего хирурга. И лишь учет всех этих факторов позволяет нам эффективно, гармонично и, самое главное, безопасно выполнить органосохранное лечение. Выполняя же резекции почки большого нефрометрического индекса, мы так или иначе боимся положительного хирургического края. И в литературе частота положительного хирургического края описана в пределах 8%, и при этом чаще положительный хирургический край выявлялся у пациентов, с которым была выполнена резекция по абсолютным показаниям или имеющие неблагоприятные морфологические характеристики. При этом в другом исследовании, включающих 42 тысячи пациентов, из которых почти 3 тысячи пациентов получили положительный хирургический край, выявлено, что негативным фактором прогноза было повышение стадии опухоли до Т3А, которое так или иначе приводило к увеличению смертности по всем причинам и различным заболеваниям, и снижению общей пятилетней выживаемости. Однако, не стоит забывать, что местный рецидив в ложе удаленной опухоли выявляется лишь у 16% пациентов с положительным хирургическим краем, и, что немаловажно, 3% больных с отрицательным хирургическим краем. Здесь, наверное, радикальная нефрактомия или жириреизекция возможно будет несколько избыточной, и пациентам необходимо обязательно говорить о более интенсивном наблюдении с целью ранней верификации локального рецидива или прогрессии с возможностью применения проведения местного лечения. При этом всем, опять же, отрицательный хирургический край ни в коем случае не является полной защитой от рецидива или прогрессии с заболеванием. Мы проанализировали ретроспективно пациентов с локализованной формой рака почки, прооперированных в онкодиспансере с ренал более 8 баллов с января 2019 года. При этом критерием исключения у нас было отсутствие какого-либо венозной инвазии, как на дооперационном, так и в морфологическом результате, и при нефректомии было отмечено, что 9% пациентов, к сожалению, умерло, и почти половина из них от прогрессии заболевания. При резекции же бочки умерло всего 7 человек, и большинство из них, к сожалению, погибло от других локачественных наобразований. Лапароскопический доступ нами использовался преимущественно, однако в некоторых случаях использовались открытые методы, и при резекции почки участие пациентов была необходима конверсия с целью органосохранного лечения. При этом с 2019 года лапароскопический доступ плотно вошел в жизнь нашего отделения и со временем занял, наверное, основную роль в оперативном лечении этих больных. То же самое видно и при резекции почки, однако гигиеничный случай, так иначе у нас в течение времени бывает. По индексу риналу нефректомия чаще выполнялась у больных с индексом от 9 до 11. При этом чаще мы выявляли умеренно дифференцированный светлоклеточный почечный и клеточный рак, однако были редкие случаи вертина клеточной саркомы почки, карцинома собирательных трубочек, ангиомиосаркомы почки. По индексу Т чаще выявлялось Т1Б, Т2А, однако часть больных, которая изначально была локализована, перешла в группу Т3А по причине инвазии либо в паранифральный жир, либо в синусный. При резекциях почки мы преимущественно органно-сохранное лечение выполняли у пациентов с индексом ринал-8, однако с 2021 года мы все чаще начинаем выполнять резекции более сложных опухолей, однако при индексе ринал-11-12 опыт в клинике пока единичный. Гистологически также чаще выявлялся умеренно дифференцированный светлоклеточный и клеточный рак. И более 90% пациентов после резекции почки были уровня Т1А, Т1Б. В заключение, что бы хотел сказать, что резекция почки является безопасным методом органно-сохранного лечения при раке почки, а мини-инвазивный доступ никоим образом не уступает открытой хирургии. При этом решение о возможности, необходимости, что самое важное, безопасности проведения резекции почки необходимо принимать индивидуально для каждого пациента. И при накоплении опыта и развитии навыков каждого отдельного хирурга в клинике повышается возможность проведения органно-сохранного лечения опухоли почки наших больных. Я благодарю вас за внимание и готов ответить на вопросы. Аплодисменты. Продолжение следует... Продолжение следует...